Темпы жизни растут, а вместе с тем и необходимость компетентных специалистов. На вопросы, касающиеся образовательного процесса, нам ответит директор Симферопольского колледжа радиоэлектроники Касперова Ольга Федоровна. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы отметить, что недавно вы побывали в Петербурге на образовательном форуме, который проходил в конце октября. Вам вручили почетный знак и медаль. Поздравляем вас. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да, этот форум проходил в Санкт-Петербурге. И когда мы получили приглашение на это мероприятие, мы, конечно, были очень удивлены. В этом приглашении было сказано, что наш колледж вошел в сотку лучших СУЗов России. И мы приглашены для того, чтобы получить вот такие награды. Форум проходил в Санкт-Петербурге. И участвовали в форуме все 100 СУЗов. Там были и 100 СУЗов, это среднее специальное учебное заведение России, и дополнительное образование. Поэтому народу было достаточно. Присутствовали представители Государственной Думы, представители Министерства образования России, которые вручали наши награды. Вот нам было, конечно, очень приятно. Кстати, да, вы с этими наградами пришли. Нужно отметить обязательно, что вы были отмечены почетным знаком директора года и юбилейной медалью «Высокий 75 лет профтехобразованию России за вклад в развитие профессионального образования, высокий профессионализм и плодотворный труд». Покажите нашим зрителям эти награды. Да, диплом получили. И вот эта медаль получил наш колледж. А сколько всего было номинировано? Сто. Сто СУЗов получили вот эту награду. Это сто колледжей и техникумов России отмечены. Как проходила эта процедура? Нам тоже было очень интересно, почему именно наш колледж вошел в сотку лучших. Выяснилось, что вся информация, которую направляем мы в Москву, это информация о успеваемости контингента в составе ПЭД коллектива. Начиная вообще от набора, то есть какой конкурс колледжей, средний балл защиты дипломных проектов, мы все отправляем в Москву. Вся эта информация идет обязательно в Министерство образования, специальные на сайты. И оказывается, вся эта информация мониторит, проходит мониторинг. И вот из этой информации отбираются в России 100 лучших средних специальных образовательных учреждений. Ну и в конце еще мне сказали, что обязательно еще мониторят сайты учебных заведений. Отбор происходит. И естественно, нам было очень приятно, когда произошло открытие форума. И председатель этого форума объявил всем присутствующим, что в этом году в сотку лучших СУЗов вошло и учебное заведение Крыма. Естественно, все аплодировали, было очень приятно. Вообще нас встречали очень тепло в Петербурге. И, в общем, мы это почувствовали. Более того, нужно сказать, что ваш колледж уникальный, и в Крыму аналогов ему нет, альтернатив. Это так? Да, мы единственное учебное заведение в Крыму, которое готовит специалистов компьютерщиков, электронщиков, радиосвязь, радиовещание, телевидение. Да, поэтому, естественно, что сейчас молодежь очень интересуется этими направлениями. У нас, естественно, конкурс каждый год по этим всем направлениям, специальностям. Мы планируем в дальнейшем еще открыть новое направление. Это информационная защита, очень сейчас перспективная. Это обязательно идет обслуживание, ремонт, медтехники, в которой сейчас очень много электроники и компьютерной техники. Это, естественно, почтовая связь тоже, это наше направление, и которое никто не готовили в Крыму вот все эти годы, и они сейчас уже обращаются к нам. Нужны специалисты. Направлений много, которых действительно нужны наши выпускники. Но все же скажите, что получают специалисты, закончившие ваш колледж, и где они потом задействованы? Закончив колледж, они получают диплом. Диплом специалиста среднего звена – это техник. Поэтому он может работать в любой фирме, организации, которая занимается ремонтом, обслуживанием техники электронной, техники радиосвязи. Это может быть и компьютерная техника, и электро, и электробитовая техника. Наверняка работает отдел трудоустройства. Вы сотрудничаете с центром занятости? Центр занятости, он не совсем имеет те функции сотрудничать с нами. Мы просто даем каждый год отчет о том, как у нас трудоустроены ребята. А сотрудничаем мы непосредственно с предприятиями, которые дают нам заявку на подготовку специалистов. Вот как? Да. И мы затем на предприятия отправляем своих ребят и на преддипломную практику, а в дальнейшем трудоустраиваем. И у нас заявок в последнее время очень много, и мы даже не можем всех обеспечить. Да, это очень хорошо на самом деле. В рамках оптимизации образовательной сферы Крыма вас объединяют с другими образовательными учреждениями. Скажите, какие будут изменения и каково он будет работаться после этого? Да, у нас идет сейчас процесс реорганизации. Он заключается при присоединении колледжа строительства и компьютерной технологии и колледжа электронной промышленности к нашему колледжу радиоэлектроники. Процесс, конечно, очень сложный и длительный. Он будет закончен только 15 августа 2016 года. И направления будут разные. Если мы сейчас готовим только специалистов среднего звена, то после этой реорганизации мы уже будем готовить и рабочие профессии нашего направления, и специалистов среднего звена. И тут уже промышленность подключается. То есть мы уже будем готовить для предприятий промышленные специальности. Вы считаете, что какие-то возможно возникнут сложности или нет? Сложности при организации, реорганизации всегда бывают. Это чисто даже штатное расписание, это сокращение штатов будет. Но это, естественно, это все закончится. Все равно это идет только на благо учебного заведения. Поэтому, я думаю, все закончится благополучно. Какие же задачи стоят перед коллективом и перед колледжем в недалеком будущем? Мы планируем открывать и готовить новые специальности, которые необходимы для Крыма, и которые мы можем готовить только мы. Мы хотим готовить очень грамотных специалистов, которых мы и сейчас готовим. Мы считаем, что будем обязательно это все усовершенствовать. И наш коллектив настроен именно так. А как будущие абитуриенты могут познакомиться с вашим учебным заведением? Проходят какие-то мероприятия, дни открытых дверей? Да, обязательно. Два раза в год у нас проходит Дни открытых дверей. В конце ноября будет в этом году День открытых дверей. У нас сайт. В основном сейчас, в последнее время, мы всегда мониторим информацию, когда приходят нам абитуриенты, из каких источников они узнали о нашем колледже. Я хочу сказать, что почти 80% это сайты. Сейчас молодежь очень раскомпьютеризированная. Они все сидят на сайтах, поэтому, естественно, на сайте очень много информации о колледже. И информация в газетах местных обязательно мы даем, потому что очень часто небольшие города Крыма, они очень интересуются всей информацией в местных газетах. Вот так мы информацию распространим. Ну и, естественно, профа на радио. Кто-то учился, кто-то работал, закончил. Друг другу передают уже очень много. Те, которые у нас закончили, приводят сейчас своих детей и некоторых внуков. Конечно, ведь идти в ногу со временем – это необходимая задача, тем более для колледжа радиоэлектроники. Спасибо огромное, что вы нас навестили. Мы желаем вам удачи. Эфир Первого Крымского продолжается. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова